Всем привет, меня зовут Анна Долгова, я работаю в Mail.ru один год, начинала на проекте фронтенда поиска и потом переключилась на проект фронтенда пульса. Что же такое вообще пульс? Пульс это рекомендательная система, которая показывает пользователю релевантный контент в зависимости от его интересов. На самом деле у нас здесь уже есть довольно много интересного функционала, но, конечно, для фронтенда пульса самое главное — это наши карточки. В принципе, их можно видеть и на скриншоте справа, и покрупнее я представила на скриншоте слева. Долго выбирала, не хотела никого задеть. О чем сегодня вообще пойдет речь? Мы поговорим о сниферах трафика и пройдемся по их наиболее интересным фичам и посмотрим про то, как мы пользуемся ими при тестировании проекта пульса. Сначала поговорим о первоначальной настройке Фидлера и Чарльза, потом я расскажу про фильтры, про брейкпоинты, про автореспондер, скрипты и дальше поговорим об экспорте и импорте настроек. Что вообще такое сниферы трафика? Фидлер и Чарльз — это прокси, которые помогают перехватывать HTTP и HTTPS трафик между вашим компьютером и удаленным сервером, просматривать и менять его. В нашем проекте мы в большей степени пользуемся Фидлером, но также я расскажу для полноты картины еще и про Чарльз. Как можно настроить Фидлер для расшифровки HTTPS трафика? Переходим в Tools, Options, выбираем вкладку HTTPS, там проставляем чекбокс в Decrypt HTTPS трафик. Также, если мы не хотим расшифровывать какой-то трафик, хост, для которого мы не хотим его расшифровывать, можно вписать в поле ниже, где написано Skip Description for the following hosts. Как настроить расшифровку HTTPS трафика в Чарльзе? Сделать это будет чуть сложнее, чем в Фидлере. У тех, кто сталкивается с этим в первый раз, могут возникнуть вопросы. Заходим в Help, SSL Proxing, там кликаем Install Charge Root Certificate и при настройке обязательно указываем Place Certificate in the following store и помещаем его в Trusted Root Certificate Authorities. И дальше заходим в вкладку SSL Proxy Settings и там прописываем те локейшны, для которых мы хотим расшифровывать HTTPS трафик. Итак, первый пункт, про который я расскажу, это про фильтры. Начну с Фидлера. Здесь представлен скриншот, собственно, вкладки фильтра, она довольно большая. С помощью фильтров можно легко фильтровать и помечать трафик, идущий через Фидлер, и также осуществлять над ним какие-либо легковесные модификации. Из наиболее интересного это мы можем фильтровать запросы по какой-либо части, по URL или какой-либо его части, можем помечать запросы и ответы с определенными заголовками, можем выставлять и удалять заголовки запросов, можем выставлять различные брейкпоинты, можем фильтровать запросы по статус-коду и можем выставлять или удалять заголовки ответов. Что и как мы можем фильтровать в Чарльзе? Ну, естественно, тоже фильтруем запросы. Сначала я немножко расскажу о фокус-хост. Это важная фича, которая поможет довольно быстро отфильтровать запросы из их большого количества. И затем расскажу, где располагается большая часть фильтров. Итак, фокус-хост – это один из вариантов фильтров, как вообще хост может попасть в фокус-хост. Первый вариант – это модальное окно фокус-хост. Оно открывается из вкладки View или по сочетанию горячих клавиш. И туда можно добавить хост, который мы хотим смотреть в приоритете. А если еще и во вкладке Sequence, куда нас попадают все запросы, отметить чекбокс Focus, то тогда будем смотреть только те локейшны, которые указаны у нас в этом модальном окне. Очень удобно на самом деле. Или можно со вкладки Structure кликнуть на хост и проставить чекбокс Focus, и он также попадет в фокус-хост. Здесь мы их будем видеть в верхней строчке, и остальные хосты, которые мы не фокусим, они попадут во вкладку Other Hosts. В чекбоксах существует довольно много разных вариантов фильтрации. Здесь на слайде они представлены, все я их перечислять не буду, но остановлюсь на тех, которые мне показались наиболее интересными. Это Blacklist и фильтры с использованием регулярок. Так, здесь вот есть такая кнопочка Settings. Если там проставить в ней внутри чекбокс Filter Uses RegExp, то тогда в поле ввода Filter можно писать регулярные выражения, и на основании них будет проходить фильтрация наших запросов. Вот на скриншоте я попыталась отфильтровать по RecoStream и эфир пикселям. Так, про Blacklist тоже мне показалось довольно интересным. Найти это модальное окно можно во вкладке Tools, или тоже его вызвать сочетанием клавиш. Проставляем чекбокс Enable Blacklist и добавляем туда какой-либо локейшн, запросы к которому мы хотим блокировать. Еще очень удобно, там есть такая выпадашка с блокинг-экшеном. То есть там мы можем выбрать блокирующее действие, когда мы будем обращаться к этому запросу. Здесь вот у меня стоит Drop Connection, то есть сразу сбрасываем. Или еще можно возвращать 403, например, как вариант. Здесь на слайде я привожу, ну не то чтобы сравнение фильтров Fiddler и Charly, скорее просто некое summary из того, что я уже рассказала. Так, чем из этого мы пользуемся? Ну на самом деле здесь все просто. В основном мы фильтруем по части, по URL или части URL. И еще хочу отметить, что в основном мы пользуемся, ну я уже про это говорила, в основном пользуемся Fiddler, поэтому в основном скриншоты будут из него предоставлены. Далее я расскажу о брейкпоинтах. Это удобный запрос, это удобный функционал, который помогает модифицировать запрос либо перед его отправкой на сервер, либо ответ на этот запрос сервера, но перед тем, как его получит клиент. Где и как можно выставить брейкпоинты в Fiddler? На самом деле в Fiddler есть аж пять мест, из которых мы можем выставить брейкпоинты. Первое это Rules Automatic Breakpoints. Про это я расскажу чуть позже, когда буду рассказывать, где мы это у себя применяем. Затем дальше можно из QuickExec выставить со вкладки Filter, я про нее уже говорила, со вкладки Autoresponder, про нее расскажу чуть попозже. И используя Fiddler скрипты или экстеншены, чтобы установить флаги. Как брейкпоинты реализованы в Charly? Можно вызвать модальное окно, вот Breakpoint Settings. Там в этом модальном окне мы можем добавлять локейшены, к которым мы хотим делать брейкпоинты. И, что очень удобно, можем выбирать, делаем мы это только на реквест или на респонс, или на то и на другое. Так, здесь тоже чуть-чуть про Fiddler и Charly на одном слайде. Про Charly написала, что одна кнопка Breakpoint на все, если выставляешь вручную на отдельный запрос. Да, можно не только через модальное окно выставлять, но можно кликнуть на отдельный запрос. Там будет кнопочка такая Repeat, и дальше мы выбираем, что мы делаем. Делаем брейкпоинт до его отправки на сервер или после ответа от сервера, но до того, как запрос дойдет до клиента. Так, чем из этого мы пользуемся? Обещала рассказать. Один из вариантов Breakpoint, которым мы пользуемся, это когда мы хотим посмотреть вот эти наши карточки, которые в пульсе вы видели. Суть в чем? Мы проверяем актуальность этих карточек. Актуальность карточек составляет два часа. Например, если вы зашли на сайт, посмотрели чуть-чуть пульс, полистали карточки, потом перешли в другую вкладку и, допустим, в районе некоторого времени ничего не делали, и потом решили вернуться обратно во вкладку с пульсом. В этом случае мы проверяем, актуальны ли наши карточки или нет. Если карточки актуальны, мы возвращаем result true и ничего не делаем, карточки не перезапрашиваем. Если карточки протухли, то есть прошло больше двух часов, то тогда result false и у нас идет перезапрос. Но так как я не хотела ждать два часа и, честно говоря, видимо, не было мне времени поискать, где у нас там на бэкэнде расположены тайм-ауты, чтобы их выкрутить, я решила, что почему бы не подменить фидлером ответ true на false. Вот, собственно, я это и сделала. Поменяла здесь, отследила запрос, который у нас перезапрашивала актуальность карточек, подменила result true на false и нажала run to completion. Соответственно, страничка у меня перезагрузилась. Дальше расскажу про автореспондер. Автореспондер позволяет возвращать ответы локально, вместо того, чтобы отсылать запросы на сервер. Что можно делать через фидлер? В фидлере автореспондером можно отвечать заранее подготовленными файлами от самого фидлера. Они здесь выделены в красную рамочку. Это уже файлы, которые есть в самом фидлере с заранее известными статус-кодами. Дальше можно отвечать фидлере заранее подготовленными файлами, которые сгенерировал сам пользователь. Какие это файлы? Это файлы с нужным нам ответом. Но этот ответ не обязательно должен быть валидным. Этот ответ тот, который именно удовлетворяет каким-то вашим нуждам. И можно отвечать действиями actions. Они помечены здесь звездочкой, тоже выделены на скриншоте. Например, как вариант, можно задать новый header name и его значение. Или, опять же, отвечать на какие-либо запросы дропом, про который я рассказывала. Очень похоже на функционал Blacklist в Чарльзе, где мы тоже сбрасываем соединение, если нам что-то не понравилось. Также хочу обратить ваше внимание, что на вкладке автореспондера есть очень удобная кнопочка «Тест», которую я выделила стрелкой, которая сразу помогает понять, сматчится ли URL паттерн и тестовый URL. Если мы кликаем туда и видим, что тестовый URL подсвечен красным, то это значит, что ничего не сматчилось и автореспондер не будет нормально отвечать нам. Если мы видим, что все зелененькое, значит, все отлично, автореспондер будет работать. У Чарльза в качестве автореспондера используется реврайт. Чтобы его вызвать, кликаем во вкладке «Tools» на «Rewrite» и попадаем вот в такое окошко. Что можно делать с помощью реврайта? Можно добавлять, изменять, удалять заголовки, заменять значение в самом URL, менять статус-коды и менять body. Здесь тоже небольшой summary. Хотела отметить, что в Fiddler есть возможность создавать наборы из автореспондеров. Можно отвечать файлами от самого Fiddler, файлами с генерированными пользователем и действиями actions. В Чарльзе, тоже как вариант, хотела сказать, что есть возможность создавать наборы из автореспондеров. Чем из этого мы пользуемся? Здесь на скриншоте я привела карточку нашего пульса и рядом ответ от бэкэнда. В карточках есть наиболее важные для нас поля. Они здесь выделены красным. Это picture, snippet, source label и title. Вообще мы с помощью автореспондера можем подменять все поля, но подменяем те, которые я здесь… Ну, наиболее часто подменяем те, которые я здесь упомянула. Что я для этого делаю? Для этого я смотрю запрос, который идет на наш бэкэнд в Fiddler и могу посмотреть его в сыром виде. И потом сделаю из него, соответственно, файл для автореспондера. Для этого я нажму view in notepad и он будет выглядеть как-то так. Здесь, конечно, стена текста, но пугаться не стоит. Это просто обычный ответ с заголовками и дальше с бадди. И в нем, соответственно, я подменю snippet и title. Вот. Вот, соответственно, я заменила snippet и title. И так вот это будет выглядеть, когда еще раз я схожу на бэк, посмотрю запрос с бэка, и он ответит моим ответом из автореспондера. Далее расскажу про FiddlerScript. Это встроенный Fiddler язык программирования, основанный на JSScript.net. Здесь есть наиболее интересные функции. Это onBeforeRequest и onBeforeResponse. Соответственно, onBeforeRequest вызывается перед каждым запросом, а onBeforeResponse вызывается перед каждым ответом. И в зависимости от того, что нам нужно сделать, мы какие-то кусочки кода будем добавлять в одну из этих функций. Чем из этого мы пользуемся? Первое – это downgrade с HTTPS до HTTP. Используем в том случае, когда очень сильно из продакшена нам хочется попасть в DEV. То есть в каком случае это может быть? Если у нас есть функционал на фронте, который нам нужно проверить, но с бэка нет для него каких-либо данных. Но очень хочется посмотреть, а бэк на проде мы править не хотим. Поэтому мы делаем downgrade, ходим на наш тестовый бэкэнд, и на тестовом бэкэнде можем что-то настроить, чтобы посмотреть, как будет себя вести в фронт. Дальше можно подменять значения в get-параметрах. Зачем нам вообще это делать? Как и многие компании, мы проводим сплит-тестирование, чтобы понять, какие фичи наиболее интересны и полезны для наших пользователей. И для того, чтобы попасть в определенный интервал сплитования без каких-то вопросов, без лишних проблем, самый простой вариант – это подмена значений get-параметра. Конкретно здесь я добавляю user-id 354, чтобы попасть в определенный сплит и посмотреть вообще, есть ли там функционал, который я хочу проверить. И примерно то же самое. Подмена значений cookie тоже делаю для того, чтобы попасть определенным пользователям на сплит. И далее я расскажу про экспорт-импорт настроек. Представим, что у нас есть команда тестировщиков, между которыми нам необходимо расшарить имеющиеся настройки. И как мы вообще будем это делать? По-хорошему было бы, конечно, неплохо, чтобы у нас была возможность сделать импорт или экспорт каких-либо данных. В фиддере экспорт-трафика выделяем какие-либо запросы, которые мы хотим экспортировать. Нажимаем кнопку экспорт-сессионс. И вот, в принципе, здесь видно, в каких форматах он выгружает. Ну, наиболее интересный – это хар, конечно. Дальше импорт-трафика. Тоже, в принципе, понятно. Можем импортировать в фиддлер какие-то сессии, которые хотим посмотреть. Также в фиддлере очень удобно. Можно осуществлять экспорт или импорт наборов правил из автореспондера, которые, например, мы могли бы создать ранее. То есть у нас есть какие-то наборы автореспонсов, и мы можем их либо сохранять, либо импортировать и обмениваться ими. Это очень удобно. Так, в Чарльзе примерно очень похожий функционал. Также выбираем несколько запросов. Также можем их экспортировать. И из интересного мне показалось, что это функционал Publish GIS Settings. То есть это настройка выгрузки в GIS GitHub. Туда выгружается полностью информация о теле, запросы, ответы и заголовки. И можно тоже этими данными обмениваться. Также в Чарльзе есть профили. Профиль пользователя содержит полную копию всех конфигурационных настроек. То есть там и ваши блоклисты, и настройки проксирования, и реврайты и так далее. И очень удобно то, что можно эти профили тоже экспортировать или импортировать, но при этом нужно быть осторожными, чтобы не перезатерлись ваши текущие настройки. Поэтому специалисты советуют осуществлять импорт или экспорт конфигов в том случае, если вы хотите сделать бэкап или ментейнить несколько воркспейсов. Так, далее. Ну тут тоже некая summary по экспорту и импорту настроек в Фидлере и Чарльзе. Да, и вообще у меня сложилось такое впечатление, что в Чарльзе там практически в каждом модальном окне написано импорт или экспорт. По-моему, вообще можно выгрузить просто все, что угодно. Вот. Чем из этого мы пользуемся? Мы экспортируем, импортируем сессии, и на самом деле иногда заливаем файлы наших автореспонсов в гид, для того, чтобы они не потерялись, ну и в том случае, если нам нужно друг с другом ими поделиться, и чтобы они были доступны всем тестировщикам проекта. И на последнем слайде приведены плюсы и минусы инструментов. В очередной раз повторюсь, что мы в большей степени используем Фидлер, но не исключена такая вероятность, что в будущем мы начнем еще использовать и Чарльз. Так, далее вот полезные ссылки. Первые две ссылки – это ссылки на официальную документацию Фидлера и Чарльза, и дальше несколько статей с Хабра, которыми я пользовалась при подготовке доклада. Спасибо за внимание. В конце, наверное, еще хотела сказать, что, конечно, документация – это очень классно, но там тоже далеко не все бывает понятно, и, например, в том же Чарльзе мне документация совершенно не понравилась, потому что там не было ни примеров, никаких-то ни скриншотов, ничего. Фидлере понравилось гораздо больше. Надеюсь, что, послушав мой доклад, вы сможете взять для себя, может быть, какие-то примеры, как вы могли бы примерно то же самое, что делаю я, применить у себя на проекте, чтобы не сидеть и не ковыряться долго с бэк-эндом и не думать по три часа, как его подменить, а просто там взять тот же Фидлер или Чарльз и там за 10-15 минут сообразить, как это все сделать. Спасибо. Все материалы, презентажки у нас будут доступны, и можно их не фотографировать, мы их потом все раздадим. Вопросы давайте, Аня. Анна, спасибо за доклад вам. У меня сразу несколько вопросов. Вы вначале сказали, что, ну и потом повторили, что в основном используете Фидлер. А можно конкретнее? Почему? Мне, например, удобнее кажется Чарльз, но я распределяю Чарльз для Макоси и Фидлер для Авин. У вас нет такого? На самом деле, почему начала пользоваться Фидлером, мне кажется, просто это был первый инструмент, с которым я познакомилась. Вот, и поэтому, соответственно, выбор был отмен в его сторону. Плюс у нас наш проект пока еще не представлен на мобилках. Я как раз у меня следующий вопрос. Используете ли вы Снифер на мобилках? Нет, пока не используем, но, как бы я, да, говорила, что, возможно, в будущем будет такой вариант, что приложение Пульса появится для мобилок, и, соответственно, тогда да, начну пользоваться. А вот еще вопрос по отслеживанию запросов. Ну, в основном используют как раз Фидлер, Чарльз, в принципе, Снифер для отслеживания запросов. Вы отслеживаете только какие-то определенные типы запросов или там по рекламе, например, или просто по появлению карточек? Да, в основном определенные типы, в основном запросы на наш бэкэнд, которые возвращают нам список со всеми карточками. А какие-то данные о юзерах и их девайсах не вытаскиваете из запросов? Нет. Все. Спасибо. Спасибо. Привет. Спасибо за доклад. Я хотел узнать, почему вы используете для перезапроса карточек, не используете реврайт. То есть вы каждый бэкпоинт ловите и меняете значение. Если можно было настроить, это бы делалось автоматически. Ты имеешь в виду вопрос, ты имеешь в виду кейс в том случае, если мне нужно проверить актуальность карточек, зачем я каждый раз это делаю? То есть ты можешь смотреть, настроить реврайт, включать его, и у тебя автоматически будут все карточки перезапрашиваться. Да, согласна, но реврайт это функционал в Чарльзе, а в Фидлере я, честно говоря, не смотрела. У тебя в скриптах, это во втором как раз вопросе у меня, я его сейчас задам. Все, что ты пишешь в скриптах, это все можно нативно использовать в Чарльзе с помощью функции Map, Remote Map и, собственно, опять же, реврайт. Правильно я понимаю? Мне кажется, что да. Понятно, спасибо. Спасибо. У меня был вопрос про таймеры, оно как-то звучало, что заменяете значение, то есть тестирование самих таймеров сюда не было задачей? Тестирование было потом, то есть мне все-таки потом пришлось относиться туда. То есть либо подменять время, либо ждать два часа. А отсчет таймеров, он для всех карточек одновременно был? Он скорее просто для времени сессии пользователя. То есть от сессии, считай, у вас два часа. То есть для всех одинаково. Спасибо. Ну, я думаю, если вопросов больше нет, Сергей, у нас ничего не приходило в чатик? Зачитаешь? Так, я так понимаю, что вопросы про таймеры задали, про карточки реврайт тоже задали. Про скрипты? Про скрипты не было вопросов. Правильно ли я понимаю, все, что вы пишете в скриптах, можно было заменить? Был. А, сори, отвлекся. Тогда? А, вот, есть вопрос, есть ли кейсы с WebSockets? Нет. Ответ короткий, что нет. Аня, спасибо тебе за доклад. Всем спасибо. Спасибо.